привет привет всем ребятам кто интересуется моим творчеством сегодняшнее видео на тему трансферной печати полгода назад в начале года я делал рисунки переводные с помощью трансферной бумаги на улице ну на камне и на бетонном заборе прошел прошел сезон яркое горячее лето и многие задают вопрос а как же рисунки выгорают не выгорает может это такая у тебя бутафория может непрактично вот поэтому я специально уже осень уже деревья деревья желтые за мной вот если видите уже грязь слякоть ночами морозы вот ну думаю подъеду покажу вам сохранились рисунки не сохранились может кто какие-то вандалы их изувечили может погодные условия и сейчас вот я пройдусь по грязи тут уже конечно поменялось дороге вообще нету и смотрим так ну вот вот такой видос камень стоит как стоял единственно что видите там где есть рисунок там трансфер эффект мокрого камня он сохранился то есть типа таким пятном получается но здесь опять таки творчество творчество нет предела можно скажем так или полностью покрыть камень трансферами или просто лаком для того чтобы сделать его однородным но опять таки зависит все все зависит от самой идеи цели которые вы должны сделать это видео вам как бы повод для размышления для инструмент до для того чтобы вы понимали как можно использовать где использовать сейчас подъедем еще на вторую рисунок там где я гориллу наносил на бетонной стене вот и тоже покажу результат итак прибыл на место там где рисовал гориллу печатал немножко рисунки поменялись у меня такой страшно вроде кто-то закрасил их а у короче почти все скажем как было немножко поцарапал кто-то пытались пытались потереть вот но в итоге все осталось как есть рисунок немножко потемнел то есть краска но черная она типа как выгорает да она стала чуть-чуть такая контрастней но судить вам вы сами можете видеть результат после долгого жаркого лета вот так вот все получается ну и фото на память да напомню если кто-то интересуется росписью фасадов кто-то интересуется вообще интерьерной росписью оформительскими работами не будущий художником или вы работаете какой-то параллельной схеме системе где можете предложить свои работы скажем не своей работая вот данная данный вид услуг нанесение рисунков различных с помощью трансферной бумаги я удаленно обучаю я заинтересован в том чтобы вы умели работать трансферной бумагой и воплощали все свои мысли и мысли и зарабатывали вот мой интерес в том что я вам продаю сам трансфер вот и обучаю вас бесплатно для того чтобы попробовать у меня есть такие небольшие пакеты по 10 метров я вам высылаю любым перевозчиком то есть мы с вами договариваемся ищем самые простые самые дешевые логистические схемы если по европе это можно даже пока неофициально автобусом передавать можно де челем федексом передавать то есть принципе более-менее цена там как бы приемлемо да но очень важно для вас попробовать изучить просто есть ребята которые задают очень много таких пустых вопросов на тему трансферной бумаги а что а как я вам всего не объясню пока вы не попробуйте как пока вы не купите я не могу объяснять каждому удаленно обучать без того без понимания что вам это интересно и вы готовы вложиться небольшие деньги 10 метров стоит 150 долларов плюс там на логистика да то есть вы оплачиваете доставку и принципе дальше вам рассказываю что как делать вот себестоимость печати у вас где-то обойдется в 18 пусть максимум 20 долларов квадрат если рассчитывать как бы ну просто рисунки на стене не знающего человека да тут которого это наверное дорого 20 долларов но вы загуглите по изучите информацию сколько стоит профессиональная роспись я к тому что это не банальщина это не простые такие рисуночки найти перебивалки то есть эта тема очень профессионально на которой можно хорошо зарабатывать и поэтому не может цена быть знаете как на алиэкспресс там один доллар и типа вагонами можно поставлять я в это все дело влаживаю душу время поэтому и так как бы очень хочется мне зарабатывать но пока до сих пор это все голый энтузиазм тема специфическая роспись стен знаете как и не везде нужно как бы строить дома да там возводить фундаменты крыши до роспись стен это уже там десятый этап но кто в этом где-то рядом соприкасается то очень очень хорошая тема для дополнительного заработка для производства каких-то сувениров еще раз повторюсь я заинтересован в распространение данной технологии обучаю ваша задача только вникнуть вложиться больше даже не деньгами больше временем потому что что такое 150 200 долларов вот если вы будете уметь приобретете новую специализацию да которая очень редко а за счет того что она редко она как бы и денежная как себя преподносить на рынке как общаться с заказчиком и я вам все это расскажу покажу научу слава богу огромный опыт вот ну еще раз повторюсь от вас желание и активность потому что вот есть ребята просто иногда задалбливают до достают вопросами я понимаю что он никогда не купит он он не купит он шоу это дорого но так если дорого не не мучай никого вот а что ты хочешь делать да то есть он на примитивном уровне хочет какие-то перед наклейки на какие-то там тазики стаканчики то есть это это не о том конечно это да это дорого будет но в любом случае даже если делать сувенирку надо покупать принтер сувенирный принтерс тоже стоит там от 5 до 10 тысяч долларов тоже дорого недорого вопрос есть тебя заказы заказа нету поэтому дорого когда есть заказы то какая бы ни была цена ты знаешь что это реализуешь ты знаешь свои козыри свои преимущества и соответственно можешь спокойно закладывать ту цену которую тебе комфортно который ты понимаешь хорошо заработаешь и ты ее можешь реально можешь обосновать заказчику поэтому ребята подписывайтесь на канал пожалуйста поставьте все лайки потому что ну как бы очень приятно мне видеть что кто-то посмотрел кто-то одобрил это видео кто что вы смотрите интересуетесь и это хоть не деньгами но лайками меня подбадривает и по я понимаю что все таки вроде я как один но не один у меня есть хотя бы зрители которые планируют думают мечтают считают разные направления в бизнесе то есть еще раз повторюсь очень неплохой неплохая идея для такого среднего предпринимательства